Но ударка так же ему не чужда, он может в квадратной стойке. 21 год. Рост 172 см, вес 61,7 кг. В его активе две победы при одном поражении и его стиль рукопашный бой. Представляющий вайсовский клуб Аф-МАК, чеченская республика, 27 кг, Телегон Магерс. Радик Станислав Гаминский. Бойцы в середину, джентльмены и профессионалы, покажите красивый и честный бой. Правила знаете, не нарушайте их. Активно защищайтесь во время всего поединка. Руки пожали, удачи по углам. Чисто внешне, Афахрат Аглы, боец из Ставрополя, очень спокоен. Для дебютанта это даже удивительно. Да, вчера немного потолкались бойцы на официальной процедуре взвешивания. Чуть-чуть эмоционально зарядили себя. Да, эмоционально, но Афахрат Аглы выглядел так же спокойно во время этого всего. Абсолютно без каких-либо эмоций. Лишь глаза немного давали в нем злость определенную. Заряженность. И вот как заряжен Билал Умаев, мы видели, что, наверное, поражение брата подпортило настроение ему. И сейчас он будет пытаться максимально зрелищно и качественно. Билал сейчас очень здорово атаковал. Причем несколько раз, к сожалению, для него и для его угла. Первой атаке не довелось ему донести до цели, но все было очень красиво. А вот сейчас атака была качественно исполнена. Жесткие попадания, в последующем замок и бросок от него. А вот сейчас пытается снизу Афахрат Аглы даже вывести на болевой прием. Да, действительно, треугольник пытается застегнуть Афахрат Аглы на соперники. Но здесь нет пространства ему. Для этого контролировал. Насколько я знаю, да, и вижу, Билал контролировал вообще все. Да, он контролировал эту ситуацию и возвращает рэпери Станислав Новицкий, бойцов, в стойку. И вот сейчас, вот здесь, в этом бою, брат Турко Билал, в отличие от своего родного брата, он забрал центр клетки, он прессингует, он является первым номером. И он уже всегда практически начинает атаку первым. Справедливости ради нужно отметить, что, наверное, и Афахрат Аглы не такой соперник, как Ислам Паштыков. Это боец уровнем ниже, это начинающий спортсмен. И я чувствую, что у Билала есть определенная... Оу! Вот на встречу попытался провести. Я чувствую, что у Билала есть определенная уверенность в этом поединке. Потому что изначально Умаев должен был драться с бойцом из Даганрога. С рекордом три победы, два поражения. Но буквально в последние дни порвался Святский на ноги. И вот сейчас очень легко Билал. Очень легко это делает. И Афахрат Аглы вышел на замену. Мы сейчас видим, что Афахрат Аглы пока не конкурентно способен. В маунте находится Билал Умаев. И обратите внимание, он закрывает все время глаза Афахрат Аглы. И не верит он, конечно, в себя. Уже в этом эпизоде ему сложно приходится, закрыв глаза в любом положении, в котором ты находишься. Так вообще нельзя действовать ни одному профессионалу в поединке. Неважно, по каким правилам он проводится. Но пока еще... Как бы не было... Все есть в руках и в локтях Билала, для того, чтобы этот бой завершить досрочно. Все есть для этого. Нужно просто попасть в несколько раз хочет. И все-таки пытаются что-то придумать под соперником, завязать своего оппонента. Афахрат Аглы в глухом блоке он здесь находился. Сломался. Сейчас, да, локти добивающие. И есть победа Билала Умаева. Победа под мистическим нокаутом в первом раунде. И Афахрат Аглы был сломлен. Уже в концовке это было очень видно невооруженным глазом. Поэтому, я думаю, что этот результат, наверное, никого не удивил. Ну да, и справедливости ради нужно отметить, что Афахрат Аглы изначально не был оппонентом Билала Умаева. У него был более серьезный соперник. Травма буквально на финишном флажке. И бой никак нельзя было отменять. Поэтому Афахрат Аглы вышел. Но, к сожалению, не смог он быть конкурентоспособным. За сколько до этого поединка он был вызван на замену? За неделю. Так называемое короткое уведомление для Афахрата Аглы завершилось бесславно. Ну и поражение в первом раунде. Даже сейчас Аглы не может открыть глаза. Поздравляем Билала Умаева. Он одержал эту победу. И, наверное, немного сглосил пилюлю после поражения своего брата Туркова Умаева сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok